какие-то все еще раз приветствую мои дорогие братья и сестры это международный проект батюшка love батюшка любовь с вами руководитель проекта священник константин мальцев так батюшка и ты тут как не стыдно не знаю кто такой александр потому что александр много знаю ну давайте начнем общаться мои дорогие значит сегодня я хотел бы немного поговорить сначала о еванском чтении которое сегодня у нас было во время службы читалось в частности о не памяти обрезание господня потому что сейчас немножко перехвачу так мне тут кто-то пытается позвонить отключим пока вот обрезание господня часто задают вопрос батюшка но если это иудейская традиция мусульманская то зачем же православные вспоминают это событие ну давайте скажем что это на самом деле очень важное событие и объясню почему даже у юрусалимской церкви есть такое предание что антихриста узнают потому что он не обрезан вот почему же мы вспоминаем это событие во первых господь говорит я пришел не отменить а преобразить то есть господь приходит чтобы исполнить закон который сам установил и в том числе дает нам возможность уже скажем так отменить кровную жертву сегодня никого не обрезают но частности обрезание сегодня у нас заменилось крещением а во время крещения мы отрезаем человеку или это 10 это деточка там лялечки волосик то есть бескровная жертва почему еще значимо для нас это потому что это одно из немногих мест где мы можем почитать прочитать о детстве христа потому что от бегства в египет и практически почти ничего не известно вот до этого по крайней мере момента тут есть еще определенная традиция который господь в том числе еще мы дальше будем читаем что мальчик в 12 лет становится совершеннолетним в духовном смысле и после того как почитает одно из места торы и мне довелось как бы не по присутствии на самом чтении но вот в день когда папа посвящается во взрослую жизнь скажем так духовно в первую очередь мальчики это такое событие который шум гам такой вот радость и веселье что вот вступает в такую взрослую жизнь когда мы поломчили по саму городу иерусалиму это недалеко было вот стены плача мы как раз проходили там помимо кордонов и вот туда ребенка несли на на руках что вот праздник такое событие вот ну то есть многом нужно сказать важно вспомнить что христа нашли после того как посвятили вот возрослую такую жизнь традицию соблюли закон то шли уже мария и иосиф домой и спустя определенное время не увидели христа рядом с собою стали оглядываться искать среди родственника нашли потом где же нашли спустя три дня нашли в храме на что христос говорит а разве вы удивлены разве вы зачем вы меня искали разве не знаете что я должен в дому быть отца моего то есть опять таки ну среди кого они нашли вот это интересный момент среди находит его старейшин которые очень образованы ты наши так современно так перепроводя параллель это какие-то архиереи умудренные уже знаниями и жизненным опытом и он их учит он отвечает на их вопросы они задают ему вопросы и они поражаются его уму мальчик в 12 лет 13 учит старейшин это удивительный момент это вот евангельские такое такое событие который но для нас изумительно но можно много конечно сказать об этом но самое главное что господь исполнил этот закон и сегодня мы уже можем совершать бескровную жертву потому что он сам себя принял принес в эту жертву на за наши грехи то есть стал новым адамом стал новой пасхой скажем так но это еврейский скажем так сегодня сохраняется традиции для нас же значимо именно то что господь исполнил закон ну что мои друзья давайте немножко теперь поотвечаем на вопросы буду искренне рад сейчас вы начнете если их писать так не мог бы зависать время так бы так это читал добрый вечер как дела у вас что делать и если папа материться материться наверное батюшку ну что делать давайте скажем сквернословие это как святые отцы говорят беседа с лукавым то есть противоположность молитвы ну и в тем паче там не только сквернословие но и чертыхание вот что делать в случае просить чтобы он при вас этого не делал потому что вам это неприятно и втором и конечно молиться образумление его так с праздником очень спасибо с его с праздником дальше скажите батюшка куда надо девать именную иконку если человек умер разные можно действия сделать в этой ситуации первое это можно в принципе осветить и носить самому второй момент положить святой уголочек доколе не пригодится и третий момент ну опять-таки какая есть там серия как это полудрагоценная скажем так и можно пожертвовать какой не какой-то которые вот вы видите часто вешают крестики какие-то золотые и серебряные знак благодарности услышанных молитв том числе это вот еще один вариант который можно было сделать совершить в этой ситуации так вечер добрый батюшка вечер добрый вы ответили на вопрос во славу боже почему почему меня мучает бесы и они что сказали почему мучает ну скажем так одолевает всякое бесятие на каждого человека потому что сради рядом с нами есть как ангел хранитель так и лукавый который записывает наши грехи другое дело почему по по разным причинам мы можем вспомнить евангельское также чтение когда человек был бесноватый господь его исцелил но почему человек может стать скажем так в том числе бесноватым потому что он отдаляется от бога сначала с кверословием потом чертыханием и и далее 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 не каясь о грехах то есть из-за накапливания вот этого греховного пласта мы ослабляем свою душу и позволяем лукавому уже по нашему же скажем так благоволению обладать нами поэтому мы должны всячески почему есть такое выражение осеняйте крестным знамением пришло допустим какое искушение подкрепи господи меня от этого искушения если же что-то увидели страшно как сами приходили господи огороди меня то есть уже восенили крестным знамением себя как себя так и чего-либо ну и допустим выходим мы из дома благослови господи день мой и путь мой осенили крестным знамением и уже с верой бога надежда на него и свое благоразумие мы проводим день поэтому и в этих ситуациях мы молимся на воскресный бог читаем живые в помощи чтобы избежали всякого искушения так далее кто написал библию библию писали люди есть священное писание священное предание 4 евангелие написали апостолы по вразумение святого духа то есть богодухновенные вообще есть библия когда в библии вернее канонические неканонические скажем так книги которые общеприняты которые по каким-то причинам тем или иным не вошли в свод канона вот но тем не менее это опыт который записывали скажем так наши предки вот от сотворения мира вообще за евангелие можно интересно сказать ведь апостолы стали писать когда появились апостолы когда господь вышел на проповедь в 30 лет как мы знаем тогда он призвал и апостолов и андрея первозвана первого но до 30 лет то не знали христа апостола кто же им рассказал о жизни скажем так до этого божия матерь которая и уже рассказывала и вразумляла их что им написать в том числе в священописании но сегодня естественно не могли написать почему даже в одном из евангелий конце мы читаем и всех дел не вместились их книги да то есть сегодня не смогло отразиться во всех этих книгах так я нашел большой крестик из меди на работе так как привезли их на переплавку и забрал его можно это делать или нет не совсем понимаю переплавку это как диметаллолом скорее всего если это большой то это скорее всего какой-то смотря опять кика большой такой он или такой церковный может быть это храм вы крест был с какой-то тут надо конечно вы посмотрите скиньте мне фото в личку и посмотрим если это вообще обычно ну пожалуйста если вас нету надо осветить и можно носить то есть тут надо посмотреть что за крестик так научите меня не ругаться мата дайте совет знаете может не совсем это ну давайте с духовной стороны естественно мы понимаем что мы повреждаем свою душу мы повреждаем в том числе свое тело есть замечательное видео тайна воды как вот состав не меняется а структура меняется то есть h2o остается структура меняется частности и хорошего вот научная на не знаю если получится сейчас я параллельно включу youtube канал свой и скину ссылку если у меня получится секунду так сменить аккаунт не совсем получается интернет немножко подвисает и там я потом скину вы посмотрите есть видео который но с научной точки зрения вашу на же многие скептики и говорят как вы можете научно доказать что это полезно или не полезно так вот сейчас я быстренько поищу может быть даже найду сейчас секунду так лечение так вопросы шаги в храм сейчас опасно вот молитва реально исцелять вот нашел сейчас я посмотрю так войду и скину вам ссылку вы потом посмотрите кому будет интересно а может быть даже я и скину в саму ленту копировать сейчас посмотрим он могу ли я здесь кидать а ну-ка ну да вроде за скинулась потом посмотрите о значимости слова значимости молитвы интересно один из научных деятелей на эту тему высказывается насколько это полезно или вредит для нашей души вообще тело в совокупе но и не без важный скажем так момент в чем почему мы не должны матом во первых мы грамотные люди и показывать свою необразованность или даже порой глупость этого не нужно делать что мы 7 ты пожинаемые люди относятся нам так как мы себя ведем кому будет нам интересно если мы кроем матом это ограниченный словарный запас поэтому мы должны себя уважать и любить но не как гордыня а как образ и подобие которые господь нам дал образ это внешний момент подобие это душа так добрый вечер давайте дальше пойдем а то чего то я задержался на одном вопросе так добрый вечер у меня вопрос детям 10-12 лет необходимо нужно крестное для крещения до нужно где-то до 16 17 лет лучше даже до 18 крестный нужен почему потому что крестный нам во первых человек крестится по вере своей личной есть это несовершеннолетний человек то он крестится по вере крестных родителей которые воспитывают своего восприемника учат вере православной на не фанатизмом а как это нужно благоразумно делать на основании своего личного опыта поэтому я думаю конечно таким деточкам крестные нужны вообще в обязательном порядке крестный должен быть один 10 а девочка то крестная мама если но а в нашей русской традиции в идеале конечно два крестных папа и мама который ну если один будет проявлять не родение воспитания то по крайней мере другой будет более совестный поэтому лучше в два крестных это было бы в идеале вот но бывают исключительные моменты бывает и фарам приходит грибаешька но нету крестных а деточек хочу покрестить ну тогда уже тебя пишут как крестный а ты уже молишься за этих деточек так присвятой мир вашему дому присвятец не присвятой грешный грешный так какое право имеет писать в библии убить человека или животное какое право имели писать убить человека или животное давайте так скажем так что ветхий завет это все-таки немножко такая жестокосердечная скажем так более часть священного писания если его евангелие то скажем так любви благовестия то ветхом завете были такие запы там око за око зуб за зуб и там подобное не оскудеет глаза на сыне твоем мы можем много каким местам можно придраться но нужно ли скажем так тут все-таки не зря господь говорит что по жестокосердечью вам дано было то или иное потому что еврейский народ достаточно почему он и не признал то христа как мессию до сих пор ждут и плачут у стены плача то что не пришел мессия ведь и самое главное что многие православные туда вот тоже тоже стену записочки свои вставляют непонятно что зачем даже многие не знают почему евреи плачут около этой стены чего они оплакивают а мы же вот они же сугубо молятся эта стена вот они плачут что мессия не пришел до сих пор вот они и плачут убить человека но скажем если вы говорите о аврааме который на сын то есть и были испытания его и господь его увидев его твердость веры дал ягненка чтобы он его принес жертву но было жертвоприношение как скажем так благодарность богу ведь до потопа так называемого всемирного ноя который господь дал возможность спасти многие животные не ели даже мясо а после всемиропотомых господь разрешил но никто же не заставляет и сегодня кушать это мясо не кушайте действием на масса других продуктов которые можно заменить в кушение мясной продукции это свобода выбора человека который господь не лишает ну давайте дальше а то что-то глубоко останавливались на всех вопросах не могу что-то поповерхность как правильно читать евангелие псалтыри вообще библию как можно читать на каждый день то по сути читать можно берете благословение у батюшки чтобы это было не для галочки а по благословению по послушанию прошу послушание это уже проявление смирения только смирением можно победить лукавого поэтому берем благословение читаем допустим главу или как минимум с евангелия на день конкретный сначала открываем и читаем или же главу евангелия допустим кофизму псалтыри почитали перед этим предначинательные молитвы там святый божий паучий наш потом почитали что мы на что нам благословили и потом достойные стоит благодарственным молитвам вот и можно каждый день трудиться ну и желательно с батюшкой советоваться вот такое искушение было и вот так вот батюшка ну не получается может быть лучше так желательно советоваться священником опираясь на его духовный опыт так андрей у нас появился интересный человек дальше пошли поехали так 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 крест 40 сантиметров но это большой со всеми ликами иисусом ранее такие были в иконах икона внутри крест это большой такой я думаю что это даже может быть на престольный крест я думаю лучше в святой уголочек положить осветить как бы полетив храм осветить и чтобы в святом уголочке а в идеале лучше в храм дать по что это все таки скорее всего храмовый крест был на престольный так так дальше дальше так у вас красивый голос спаси господи так як я алкоголик спасите подкрепи вас господи в нашей епархии правящей архиереи владыка герман наш дорогой поблагословил во все храмы по вторникам читается акафис неупиваемой чаши который многие и молятся а в серпухове есть первый образ скажем так этой иконы и многие исцеляются по молитве к матушке небесной вот чем прославилась это то чем прославится этот образ неупиваемой чаши но молятся не только в грехе вина пить это покурение также наркомании игромании компьютерной зависимости то есть вот в таких недугах то есть зависимости сугубой поэтому нужно молиться попросите чтобы там сродники тоже вас молились тем паче если вы это осознаете а я думаю господь управит вы исцелитесь от своего греха батюшка как вы относитесь к евангелию от варнавы но это апокрифические такие литературно-художественные евангелии которые порой даже опасно читать поэтому никак не отношусь с очень такой опаской ну вот у нас появились уже и братья которые интересно себя ведут подкрепи вас господи так помогите просить гринпис что это такое ну гримпис наверно все знают это организация которая борется за экологию за то чтобы не выбирали животные и тому подобное так дальше они то что я это такой степени дальше так ты в церкви должен быть а не в чате я сегодня служил и утром должен я богу и своему родителям своему пращу архиерею который дал мне послужить в том храме где сейчас нанесу послушание вот а в чате это тоже общение проповедь поэтому я надеюсь что вы в том месте где вы должны вот чат это тоже площадкой для общение проповеди вы же здесь значит вы можете и должны дальше так дальше поехали